Иосиф Кобзон давал своему приятелю в долг крупные суммы. Однако даже после смерти легендарного исполнителя его семья так и не увидела эти 25 миллионов долларов. Вдова известного музыканта подала заявление в арбитражный суд столицы. Нелли требует признать банкротом бизнесмена, осужденного за мошенничество в особо крупном размере. Вагиф Пейсахов был вхож в дом Кобзонов, он сумел втереться в доверие музыканта. Иосиф Давыдович давал ему деньги на развитие бизнеса. Он всякий раз верил в выдуманные рассказы бизнесмена об очередном выгодном деле, которое принесет солидные дивиденды. Однако Пейсахов перестал возвращать долги. Когда сумма перевалила за 25 миллионов долларов, более 1,5 миллиарда рублей, артист потребовал, чтобы Вагиф написал долговую расписку. Через некоторое время бизнесмен заявил, что не может вернуть деньги, поскольку проиграл все свое состояние в карты. К тому моменту терпение музыканта лопнуло. Кобзон написал на должника заявление в полицию. В 2016 году Пейсахова приговорили в шести годам колонии. Сторона обвинения доказала, что все эти годы он обманывал артиста и его семью. Бизнесмен изначально не планировал возвращать им деньги. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга, сообщает РИА Новости. В 2018 году певец ушел из жизни. Его вдова решила продолжить судебное разбирательство с Пейсаховым. Ни при жизни певца, ни после его смерти тот не удосужился выполнить свои обязательства и вернуть утраченные семьей средства. Теперь Нелли намерена добиться признания банкротства осужденного предпринимателя. С Иосифом Давыдовичем прощались многочисленные поклонники и многие звезды российского кино и музыки. На церемонии появился Владимир Путин. Своей жене, сыну Андрею, дочери Натальи и внукам Кобзон оставил солидное состояние.